Новый этап на стройплощадки сибирского кольцевого источника фотонов. Геодезисты создают специальную сеть, к которой будет привязано оборудование. Оно уже готово и физики теперь работают в тесной связке со строителями, учитывая все очень тонкие нюансы. Сергей Толмачев побывал там, где еще не ступала нога журналиста. Вот так сейчас выглядит здание инжектора. Именно по этому кольцу будут разгоняться элементарные частицы. Под моими ногами фундамент толщиной около 10 метров. Только бетона здесь полтора метра. Это все сделано для того, чтобы пучок был именно горизонтальным. И даже пояс, который идет на расстояние 5 километров, не мог на это повлиять. Работа здесь просто ювелирная. Сейчас геодезисты выверяют положение металлической вкладышей, на которой будут устанавливать оборудование с максимально возможной точностью. Для бустерного синхротрона и линейного ускорителя эта точность находится внутри, будем говорить так, одного миллиметра. Вот. Несколько десятых. Если говорить про основное кольцо, там требуется на всем кольце точность внутри примерно 1,1 миллиметра. На всех 476 метрах периметра кольца. Проект уникален не только для региона, для страны. Ускорители, бустер и инжектор – все это разработки Института ядерной физики. И очень многое сделано вообще впервые. Пока оборудование на складах. Ученые сверяют часы со строителями. Работать нужно параллельно. Сейчас на площадке монтируют инженерные сети и собирают крышу. Исходит укропнительная сборка металлоконструкции кровли накопителя. Параллельно с возведением монолитных стен, дабы ускорить процесс монтажа. Мы внизу на земле собираем укропнительную сборку. И когда будут готовы уже к началу июля, будут готовы первые захватки монолитных конструкций. И начнется монтаж уже в проектное положение. Как говорят строители, круг замкнется к ноябрю. Дальше процесс наладки. А это тоже очень кропотливая и точная работа. В первой очереди Скифа шесть станций. И эксперименты на них уже расписаны. От создания новых материалов до разработок фармацевтов. Сергей Толомачев, Борис Гладких, Новости ОТС.